Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы продолжаем изучение книги «Деяния святых апостолов». И сегодня мы будем читать 21 главу этой книги. Первая тема – «Путь в Иерусалим» апостола Павла и пророчества Агафа по поводу его пленения в Иерусалиме. Это с 1 стиха по 14. И опять по истованию идет, как прямая речь. «Когда же мы, расставшись с ними, поплыли, то прямо пришли в Кос, на другой день в Радос и оттуда в Потару. И, найдя корабль, идущий в Филикию, взошли на него и отплыли. Быв ввиду Кипра и оставив его слева, мы плыли в Сирию и пристали в Тире, ибо тут надлежало сложить груз с корабля. И, найдя учеников, пробыли там семь дней, а они по внушению духа говорили Павлу, чтобы он не ходил в Иерусалим. Проведя эти дни, мы вышли и пошли, и нас провожали все, жеными и детьми, даже за город». Мы видим, что почти все церкви тогдашнего христианского мира, их было немного, но они имели пророческие дары, и в разных местах свидетельствуют Павлу, что не надо идти в Иерусалим, потому что его там арестуют. И христиане участвуют во встречах с апостолом Павлом вместе с женами и с детьми своими, научая и нас поступать подобным образом. Проведя эти дни, мы вышли и пошли, и нас провожали все, жеными и детьми, даже за город. «А на берегу, преклонив колени, помолились». Здесь мы видим, что молитва коленопреклоненная. «И, простившись друг с другом, мы вошли в корабль, а они возвратились домой». То есть с огромной любовью провожают апостола Павла и мужчины, и женщины, и дети. «Мы же, совершив плавание», продолжает один из сотрудников апостола, «прибыли из Тира в Пто-Лемаиду, где, приветствовав братьев, пробыли у них один день. А на другой день Павел и мы, бывшие с ним», то есть все это описывает один из его сотрудников, то есть не сам Павел, «выйдя, пришли в Кесарию и, войдя в дом Филиппа, благовестника», то есть проповедника, миссионера, как бы сейчас сказали, «одного из семи дьяконов остались у него, у него были четыре дочери-девицы, пророчествующие», то есть дух пророческий исходил на них. Надо сказать, что пророческая практика, она сохранялась в христианских общинах до написания апокалипсиса, этого последнего, вернейшего, пророческого слова. Как и Павел пишет, в 13 главе 1 Коринфянам пророчества прекратятся, языки умолкнут. Между тем, как мы пребывали у них многие дни, то есть в доме Филиппа, дьякона, пришел из Иудеи некто пророк, это христианский пророк, именем Агав, и, войдя к нам, взял пояс Павлов и, связав себе руки и ноги, то есть такое пророческое символическое действие, сказал, «Так говорит Дух Святой мужа, чей этот пояс так свяжут в Иерусалиме Иудеи и придадут в руки язычников, то есть римлян». Когда же мы услышали это, то и мы, и тамошние просили, чтобы он не ходил в Иерусалим. То есть все отговаривают Павла идти в Иерусалим, и он понимает, что как бы ничего хорошего там не ждет, но он готов с радостью и пострадать. Но Павел в ответ сказал, «Что вы делаете, что плачете, сокрушаете сердце мое? Я не только хочу быть узником, но готов и умереть в Иерусалиме за имя Господа Иисуса». Вот такая готовность у него была. «Когда же мы не могли уговорить его, то успокоились, сказав, да будет воля Господня». То есть все приняли это его решение, все-таки идти в Иерусалим. Далее описывается событие, происходящее в Иерусалиме. «После сих дней, приготовившись, пошли мы в Иерусалим. С нами шли некоторые ученики из Кесарии, провожая нас к некому давнему ученику Мнасону Киприянину. Давний ученик, то есть он давно уже стал христианином по сравнению с другими. У которого можно было бы нам жить по прибытию нашим в Иерусалим. Братья радушно приняли нас. На другой день Павел пришел с ними к Иакову, Иаков патриарх Иерусалимской церкви. Пришли все пресвитеры. «Приветствовав их, Павел рассказал подробно, что створил Бог у язычников служением Его». То есть он отчитывается перед старейшими служителями. «Они же, выслушав, прославили Бога, то есть они приняли Его служение, это уже не один раз происходит, и сказали ему, видишь, брат, сколько тысяч уверовавших иудеев». Имеется в виду в Палестине. Многие стали христианами. Современные нам церковные истории, как Александр Леонидович Дворкин, в своей церковной истории пишет, что, возможно, треть населения Палестины приняли христианство. «Они же, выслушав, прославили Бога и сказали Ему, видишь, брат, сколько тысяч уверовавших иудеев, и все они ревнители закона». То есть они строго соблюдали закон Моисеев, уверовавшие из евреев. «А тебе наслышались они», то есть дошли до них какие-то сплетни, слухи, «что ты всех иудеев, живущих между язычниками, учишь отступлению от Моисея», то есть от Торы, говоря, чтобы они не обрезывали детей своих и не поступали по обычаю. Но этого не было. А Павел говорил уверовавшим из язычников, что им это не надо делать, обрезание, например. А уверовавшим из евреев он ничего такого не говорил. «Итак, что же верно соберется народ, ибо услышишь, что ты пришел? Сделай же, что мы скажем тебе, есть у нас четыре человека, имеющие на себе обед. Взяв их, очистись с ними и возьми на себя издержки за жертву, за них, чтобы остригли себе голову и узнают все, что слышанное имя о тебе несправедливо, но что и сам ты продолжаешь соблюдать закон». А об уверовавших язычниках мы писали, это было написано на апостольском соборе, положив, чтобы они ничего такого не наблюдали, то есть им не надо было обрезываться. «А только хранили бы себя от идола жертвенного, от крови, от удавленина и от блуда». Тогда Павел, взяв тех мужей и, очистившись с ними, в следующий день вошел в храм и объявил окончание дни очищения, когда должно было принесено за каждого из них приношение, то есть некая жертва. Это такой иудейский акт, но он библейского происхождения. Поэтому христиане допускали, что это можно делать. «Когда же семь дней оканчивались, тогда сийские иудеи, увидев его в храме, возмутили весь народ и наложили на него руки, то, что предсказывал Дух Святой, крича, «Мужи израильские, помогите! Этот человек всех повсюду учит против народа и закона и места сего», то есть якобы против храма, «притом и Еленов ввел в храм и осквернил святое место сие, ибо перед тем они видели с ним в городе Трофима, эфисианина, и думали, что Павел его ввел в храм». То есть там была такая часть Соломона в притвор, куда язычники могли входить, а были части, куда не могли. «Весь город пришел в движение и сделалось стечение народа, и, схватив Павла, повлекли его вон из храма, и тотчас заперты были двери», то есть они опасались, что кто-то еще войдет. «Когда же они хотели убить его, до тысячи начальника полка дошла весть, что весь Иерусалим возмутился. Он тотчас, взяв воинов и сотников, устремился на них, они же, увидев тысячи начальника и воинов, перестали бить Павла, это было опасно, Павел был римский гражданин. Тогда тысячи начальник, приблизившись, взял его и велел сковать двумя цепями, и спрашивал, кто он и что сделал. В народе одни кричали одно, а другие другое, но это как бы особенность психологии толпы. Он же, не мог же по причине смятения узнать ничего верного, вот этот тысячи начальник, повелел везти его в крепость, чтобы отгородить от тех людей, которые хотели убить Павла. Когда же он был на лестнице, то есть поднимался по лестнице в крепость, то воинам пришлось нести его по причине стеснения от народа, ибо множество народа следовало и кричало смерть ему. То есть был риск, что его могут побить камнями. При входе в крепость Павел сказал тысячи начальнику, можно ли мне сказать тебе нечто? А тот сказал, ты знаешь по-гречески, то есть Павел по-гречески обратился к нему. Так не ты ли тот египтянин, который перед семи днями произвел возмущение и вывел в пустыню четыре тысячи человек разбойников? То есть его обвиняют, что может быть он связан с бандитами. Павел же сказал, я иудеянин, то есть он не египтянин, Тарсянин, гражданин небезызвестного Келикийского города. Прошу тебя, позволь мне говорить к народу. Когда же тот позволил, Павел, стоя на лестнице, дал знак рукою народу и когда сделалось глубокое молчание, начал говорить на еврейском языке. О том, что он говорит на еврейском языке, обращаясь к своим соплеменникам, мы поговорим в следующий раз, если будем живы, Господь позволит. Субтитры создавал DimaTorzok